Всем привет! В интернете часто можно встретить видео, статьи и картинки о популярном методе NLP о направлениях глаз, в котором говорится, что в зависимости от того, куда посмотрит человек, можно сказать о характере его мыслительных процессов. Но, как я уже говорил в одном из своих старых выпусков, который был посвящен чтению мыслей по глазам, этому нет практического подтверждения. Более того, я провел личный эксперимент на протяжении определенного времени. В ходе беседы я задавал вопросы, которые бы помогли подтвердить эту теорию. И только в 30% случаях эта информация была подтверждена, и то, которое было связано со взглядом вверх, то есть когда человек вспоминает и визуализирует картинку. В остальных же случаях промах. Если вы хотите провести свой личный эксперимент и не уверены в том, какие вопросы задавать, можете написать мне вконтакте, я могу поделиться. Но все-таки давайте разберемся, можно ли по глазам читать мысли людей и выявлять ложь. Есть одна работа, которая называется «Особенности глазодвигательных реакций человека при истинной и ложной информации», в ходе которой были приведены исследования системы движения глаз, числа актов моргания, величины зрачков, ситуация, когда человек произносит истинную либо ложную информацию. И сегодняшний наш выпуск будет основой цены исследований, которые были приведены в этой работе. Реакция глазодвигательной системы представляет собой малоизученную систему невербального поведения. На протяжении истории человечества люди считали, что глаза играют важную роль в формировании поведения. Они получают более 80% информации об окружающем мире с помощью глаз. Результаты научных исследований показали, что в глазах человека, его диаметре зрачка, направлении взгляда и другое, отображается эмоциональное состояние человека. Лагунская Вера, специалист по социальной психологии, указывает на то, что движение глаз и направленность взгляда связывают с нравственно-этическими характеристиками человека. Из психологических исследований известно, что частота обменами взгляда, время, на котором останавливается взгляд на партнёре, указывает на атмосферу межличностного отношения. При изучении движения глаз при диагностике лжи является то, что их практически невозможно подделать. Ведь они движутся непроизвольно, и человеку трудно их контролировать. Поэтому они являются наиболее надёжным источником об истинной или ложной информации. Один учёный в ходе эксперимента обнаружил, что глаза утрачивают фокус при произнесении даже незначительной лжи. В другом же эксперименте Мегробяна, исследующей частоту направлений взгляда в сторону адресата и от него, не удалось получить значимых результатов. Автор предположил, что скорее не скорость движения глаз, а показатель контакта глаз лежит в распространённом мнении о том, что бегущие глаза выдают ложь. Таким образом, как я уже говорил в одном из своих старых выпусков, в основе направления взгляда лежат сложенные физиологические механизмы. Динамика направлений взгляда может говорить о переживаемых в данный момент эмоциях. Частота и длительность контакта глаз служат для определения межличностных отношений и установок. Об этом и о другом смотрите в моём старом выпуске, который посвящён чтению мыслей по глазам. В нём рассматривается ширина зрачков и частота морганья. Для выявления возможностей использования таких источников информации, как ширина зрачков, движение глаз, частота морганей, направление взгляда, как индикатором истинности или ложности информации, было проведено экспериментальное исследование. В ходе этого исследования участники должны были рассказать правдивую историю, которая произошла с ними в недавнем прошлом. На основе которой им потом задают несколько уточняющих вопросов. Естественно, участники могут соврать. Оно довольно очень объёмное, что в двух словах и не рассказать. Но попробую привести краткие результаты. Первый вывод. Во время произнесения лжи количество морганий происходит в 90% случаев. Второе. Увеличение амплитуды движения глаз по вертикали во время произнесения ложной информации происходит в 60% случаев. По горизонтали в 75%. Третье. Увеличение максимального и минимального диаметра зрачка во время произнесения ложной информации происходит в 55% случаев. Если кому интересно подробное прохождение данного исследования, то напишите мне и я вам его скину. А на сегодня это всё. Если вам понравился выпуск, то ставьте пальцы вверх, поддержите канал и подпишитесь на него, вступайте в группу ВКонтакте, подписывайтесь на наш инстаграм, следите за людьми и не оставайтесь в руках. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok